Я вас приветствую, уважаемые зрители! Сегодня я расскажу о детских болезнях сои, как снизить риск их проявления при помощи агротехнических приемов и минимизировать, обработав препаратами для защиты семян. Что же такое детские болезни сои, спросите вы? Это болезни проростков и молодых растений, возникающие на первых этапах вегетации культуры, их достаточно трудно диагностировать в полевых условиях, и они представляют собой следствие заражения семенного материала или проникновения патогена из почвы. Первые симптомы заболевания наблюдаются во время ранних обследований культуры и выглядят следующим образом. Как правило, мягкие загнившие семена или проростки с плохо развитой корневой системой с гнилими на гиппокотеле вызывают такой патоген как питиум, относящийся к группе амицетов, которые по своей природе более тесно связаны с бурыми водорослями и растениями, нежели с грибами. Питиоз заболевания в первую очередь сходов. Взрослые растения приобретают относительную устойчивость к питиозной гнили, но питиозное подгнивание корней может вызвать пожелтение листьев, задержку в росте или увядание растений. Фитофтора – другая группа амицетов, содержащая множество видов, которые вызывают повреждения молодых растений и загнивания семян. Виды фитофтора вызывают симптомы сходные с видами питиум повреждений, однако фитофтороз проявляется намного позднее, поскольку для него необходимы более теплые условия развития. Как и при поражении питиумом, больные растения часто встречаются одиночно или очагами на пониженных участках, подверженных переуглажнению. Наиболее характерным симптомом фитофторозной корневой гнили являются темно-коричневые некрозы в основании стебля, простирающиеся вверх от корня, достигая нескольких узлов. Фитофтора может заражать растения на любой стадии роста – от сходов до созревания. Обнаружить повреждения можно после продолжительных дождей при прогревании почвы более 15 градусов. Технологии производства, такие как мини-тил или ноутил, избыточно ранний посев и отсутствие обработки семян фениламидами, увеличивают риски проявления болезней, вызванных омицетами. Резактония поражает многие культуры и считается почвенным патогеном. Проявляется уже на прорастании семян, достигая наибольшего развития к появлению настоящих листьев. У прорастков сои на подсемидольном колене образуются бурые пятна, опоясывающие кольцом стебелек, который утончается, высыхает и проростки погибают. У более взрослых растений в основании стебля образуются красновато-коричневые пятна, язвы и раны, приводящие к ослаблению и гибели растения. Заражение происходит в широком диапазоне почвенных условий и обычно не происходит после стадии развития В4. Симптоматика фузариозной корневой гнили представляет из себя также темно-коричневые пятна на корнях, иногда распространяющиеся на гиппокатиль. Зараженные растения, как правило, низкорослые, с плохо развитой корневой системой. При сильном заражении всходы могут погибнуть, так и не успев появиться на свет. Виды фузариоза могут поражать растения в самых разных условиях окружающей среды. Фузариозная корневая гниль часто взаимосвязана с стрессовым состоянием растений, возникающим в том числе и после повреждения корневой системы омицетами, о которых я сказал ранее. Такое заболевание, как синдром внезапной смерти, проявляется в поздней стадии вегетации культуры, как правило, очагами, куртинами, проплешинами в посевах, но возникает тогда, когда растения находятся в младенческом возрасте. Если сделать стресс стебля, то на внутренней части вы увидите забитую сосудистую систему коричневой или серой окраски. Серцевина при этом будет белая, в отличие от корневой гнили стебля. На листьях проявляется хлороз, впоследствии они умирают и опадают с растений. Снижать риски патологических состояний посевов можно, соблюдая достаточно высокий уровень применения агротехники в технологии возделывания культуры. Основная задача различных приемов обработки почвы – обеспечивать рыхление, выринвенность поверхности участка и измельчение пожнивных остатков. Цель в данном случае – создать благоприятные условия для развития культуры и обеспечить оптимальный для этого водно-воздушный и питательный режимы почвы, побороться с сорной растительностью. Особую роль необходимо отводить распределению пожнивных остатков. Плохо распределенные пожнивные остатки культуры предшественника уже весной во время посева приводят к неравномерному распределению семян в рядке. Как результат – недружные всходы, изменение площади питания растений и, как следствие – неравномерное созревание посевов. Типы основной обработки почвы выбирают в зависимости от ее свойств, киносанитарного состояния, погодных условий, наличия почвообрабатывающих агрегатов предшественника. Но независимо от принятой технологии в хозяйстве, размер глыбы после такой обработки не должен превышать 5 см. Поле должно иметь оптимальную плотность и отсутствовать неподрезанные сорняки. Предпосевная обработка почвы должна обеспечивать выровненность поверхности, заделку предпосевного удобрения, уничтожение сорняков, создание ложа для семян. Обязательно проводить данную обработку, когда почва будет достигать физической спелости и на глубину 1 см выше предполагаемой глубины посева. Только в таком случае можно обеспечить правильное сформированное ложе и достаточный контакт поверхности семени с почвой. Более ранняя обработка может приводить к локальному переуплотнению, формированию почвенной корки в случае последующего падения осадков, что вызовет угнетение растений, недостаточное развитие корневой системы и стресс от чрезмерной влаги, а также приведет к неравомерной глубине заделки семян, соответственно их медленному прорастанию и неравномерным всходом. При температуре 12 градусов входы, посеянные на глубину 1,5 см, появятся уже на третий день, на 2,5 см через неделю, а на 7,5 см через 3 недели. Поскольку соя при прорастании выносит семидоли на поверхность, глубокий посев ей противопоказан, семена сильно теряют энергию роста и как следствие потенциал урожайности. Рекомендуемая глубина заделки семян сои в таком случае составляет 3-4 см. При посеве в оптимально ранние сроки, из-за сильной влажности почвы, важно контролировать работу посевного агрегата и не допускать ситуаций, когда происходит разрезкивание редка в результате локального переуплотнения. Это будет приводить к зависанию семян и всходы в таком случае могут частично или полностью отсутствовать. Для формирования здоровых растений важно оптимизировать их площадь питания и планировать продуктивность стеблистой. Распределять сорта, имеющиеся в хозяйстве, на посевном конвейере, исходя из их биологии. Выбирать для посева сорта склонные к ветлению. Многолетние исследования в кукурузном поясе показывают отсутствие какой-либо сильно значительной разницы в урожайности на 10 исследуемых сортах при переходе с междурядья 17,5 см на 35 см. Каждый выбирает технологию, исходя из своих возможностей. Однако посев пропашными сейлками точного высева гарантирует распределение семян в редке. При таком способе посева важно, чтобы расстояние составляло не менее 4 см между растениями. В то время как рядовой посев не способен обеспечить равную зону питания и здоровую конкуренцию между каждым растением. Сегодня я не буду подробно останавливаться на том, что помимо детских болезней еще и существуют многочисленные вредители всходов, такие как ростковая муха, проволочник, клубеньковый долгоносик, стоевая полосатая блоха и многие другие. Риски их возникновения необходимо учитывать в технологии, начиная с момента обработки семян. Минимизировать риски проявления болезней. Очень долгое время помогал препарат Максим Голд. Однако в связи с интенсивным ростом площадей, занимаемых культурой, патогенная нагрузка возросла. А что касается вредителей, вообще долгое время было принято считать, что сою никто не повреждает. И вы прекрасно знаете на данный момент, что это не так. Лучше всего применять современные решения для обработки семян, такие как Крузер Макс технология. Вдобавок ко всему, обладающий еще и рост стимулирующим действием на растения. При набухании семян препарат начинает воздействовать на молодые клетки растения, вызывая их усиленный рост, концентрации ферментов и гормонов роста, что в свою очередь стимулирует растения к ускоренному прорастанию. Увеличение энергии прорастания позволяет избегать ситуаций длительного и неравномерного появления всходов, при которой растения, взошедшие раньше, будут иметь преимущество перед растениями, которые взошли позже. За счет появления дружных всходов увеличивается конкурентоспособность сои с сорняками. Сорняки не перерастают, и эффективность применения страховых гербицидов возрастает. Данная обработка, помимо предотвращения заболеваний на культуре, обеспечивает стабильный рост сои при низких температурах и оптимально раннем посеве. Итак, если вам необходима консультация или более подробная информация о выборе препарата для защиты, обязательно обращайтесь к менеджерам компании Сингента, работающим с вашим хозяйством, связывайтесь через наших дистрибьютеров или звоните на горячую линию компании. До встречи в следующем выпуске!